да вылетела я с этого как его не туда куда-то нажала и у меня потеряла еще ладно в общем повторю для всех что все открывается торговые центры все 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 начинает уже работать так что пока вы собираетесь я налью себе свою настойку девочки буду пить с вами буду сегодня новую заваривать такая насыщенная настоялась все девочки давайте больше нагнетает обстановку у нас я думаю да это с целью бизнеса это с целью бизнеса а вы за покупаете китайские или российские нет я закупаю иностранные продукты китайские не закупаю покупаю все иностранные все все то что завезено все импортное а что жителям города ухань очень все еще не из изоляции все изоляции потому что там произошло беда люди которые увеличились и выпустили они второй раз по второму кругу заболели поэтому там еще ужесточение пошло еще больше ужесточили в общем все они друг другу в гости не ходят там вообще проверяют каждого проверяет каждого и здесь тоже но там по-другому немножко более так привет 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 и почему китайская продукция плохая нет я просто боюсь я не покупаю не мясо не курицу не рыбу просто пока боюсь я не не беру я беру все вот то что завезено даже лимоны это я покупаю импортные я не покупаю китайские я не покупаю зелень я не знаю чем его поливали там я не знаю боюсь привет из казахстана казахстан привет подскажите как какие ингредиенты и количество времени настаивается настойка но это у меня знаете что это у меня такой засушенный лимон вот как он выглядит он но здесь уже как бы немножечко уже я ее покупаю прямо вот такие лимоны они засушенные вот и что вам покажу его вот такие лимоны я покупаю они засушены они прям сухие это сухофрукт а вот покупай такие дикие яблочки тоже засушенные тоже сухофрукт вот такие дикие яблочки вот я покажу вот значит туда же я кидаю есть такой вот 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 такая вот дерево какая-то вот с ветки дерева говорят что очень хорошо для иммунитета вот он вот эти веточки туда значит я нарезаю вот имбирь вот так вот значит варю все это все вместе варю потом я туда добавляет целый лимон выдавливаю туда и добавляет до мед все настойка очень хорошо помогает на самом деле очень хорошо иммунитет поднимает такая настойка привет мариша привет 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 нет когда не за коронавируса не покупаю раньше конечно я покупала китайскую продукцию я очень люблю китайскую еду я обожаю я просто боготворю я так люблю китайскую кухню и даже я там питалась прекрасно у меня вот клетчаткой например там на какие-нибудь там зелень у них вот всего полно этой зелени какой-нибудь зеленый горячий салат и там креветки зеленый горячий салат и там мидии зеленый горячий салат это морепродукты знаешь такое изобилие здесь такое изобилие такие недорогие здесь конечно раньше я очень поэтому скучаю сейчас боюсь просто я не могу это себе позволить я покупала устрицы вот у нас прямо буквально за углом есть один парень который занимается только устрицами делает барбекю устриц это такая прелесть такая вкуснятина где но я боюсь я не ем сейчас этой устрицы имбирь не добавляйте да вот я же вам показала имбирь вот такую большую прям вот на такую большую кастрюлю я добавляю примерно ну вот половину вот половину я добавляю вот так вот вот если оторвать вот эту даже вот не половину вот столько могу добавить вот столько моим там живет и работает вот именно я и там и там да я и там и там когда в москву но сейчас работа начинается не знаю не знаю не могу сказать не могу сказать магазине все таки работают вот в течение пяти дней все откроется девочки сегодня я ездила я все выяснила в течение пяти дней открывается все все магазины они просто продавцам не дают пройти сейчас в торговый центр потому что у них нет сертификатов они обязаны получить каждый из продавцов и хозяев должны получить сертификаты на то что они здоровы а вот и только с этим сертификатом они могут пройти там стоит значит как вот у нас пограничники стоят его за границу куда выезжаешь вот такая же граница стоит не через эту границу проходим мы все и продавцы в торговый центр и продавцы и покупатели а вот короче систему они разработали очень круто это же очень остро получается такое количество имбиря мне мне прям по кайфу мне по кайфу я много меду добавляю мне очень нравится вот сейчас буду включать вот тут у меня зарядка садится вас очень красиво накрашенные глаза да не очень идут этой стрелки рая раньше стрелки не делала сейчас я начала делать стрелки не мне очень нравится имбирь это огонь опускаем то есть у меня вот вот здесь вот сейчас тепло становится вот здесь вот от этого от этой настойки он очень вкусный кстати из-за того что я туда дикие яблочки добавляю какой-то привкус придает очень вкусный наконец-то откроется да все открывается да страшно что повторение но в законсервированном городе конечно она может а нам они зря подумали что человека которые вылечили выпустили к людям законсервированный город где вот есть больные конечно я я об этом кстати думала но не говорила громко и это действительно так и случилось ну думаю как же так если бы это был гуанчжоу где вот может быть 40 человек на весь гуанчжоу болеет вот это их под контролем держит а то это это очаг вот этого вот вируса и там нельзя было мне кажется выпускать людей уже которые выздоровели куда-нибудь там чтобы они опять заболели кому там одно не скучно понимает говорят имбирь поднимает давление у меня ничего не не поднимает у меня все хорошо расскажите про имбирь а что я вам буду рассказывать про имбирь а вот вы варите эту настойку или кипятком заливаете нет я варю эту настойку но вот вот вскипела вода и все вот вскипела вода и сразу уже добавляю лимон целый лимон туда выжимаю полностью и и добавляю туда мед и с удовольствием пив симпатушка как такая вы спасибо 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 а а перетертый сухой имбирь можно использовать я не знаю я не использовала не могу сказать про это ничего да 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 я тоже пью имбирь с лимоном не знала от чего голова начинает болеть оказывается после этой настойки просто надо пить в меру ну да так а китайцы а китайцы в квартирном доме соседи общаются между собой да у нас ну не на этаже у нас вообще такой дом где у нас огромные балконы то есть вот большие 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 балконы прям на общей площадке огромные там у нас есть раньше диванчики стояли стол стоял значит там цветы огромные деревья растут вот и раньше там кто курит выходили покурить они там знакомились потом выходили все с друг другом болтали там садились а вот сейчас убрали все стулья стол убрали никто не выходит никто ни с кем не общается ну вот сейчас все боятся мед лимон имбирь яблоки и все но есть еще какая то какие то какая то вот веточки от какого то дерева говорят что очень хорошо поднимает иммунитет мне китаянка сказала я я ее добавляю туда я не знаю как называется дерево если честно надо мне выяснить я и попрошу чтобы она мне написала на китайском я переведу напишу потом бетечка как выздоравливаете бетечка хорошо бетечка будет знакомиться с дедушкой теперь скоро мой бывший муж приедет тата уезжает а он остается с бетечкой вот интересно какие у них сложатся отношения с дедушкой ой так интересно и приедете что татина бывшая нянечка кто бы мог подумать кто бы мог подумать что татина бывшая нянечка когда то будет нянчить татиного ребенка это вообще нонсенс какой то что уму непостижимо тогда я вообще не задумывалась об этом вообще вообще так вот жизнь интересная штука длинные волоски вам очень к лицу спасибо очень похудели ну не очень но так в меру хорошо в меру хорошо китайцы добрые люди да а вот кстати добродушные хотела хотела с вами погулять по городу и нас убрали нет я не убрала не то не то что убрала у меня просто отключилась у меня сорвалась просто эфир и все ирина должна была добавиться я говорю я сейчас тебя приму и вот принять нажала и у меня фу и все ушло куда там как так 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 тата как так тата тата уезжает на Шри-Ланке, по-моему, летит. Вот. Ей за рекламу дали пятизвездочный, шикарный отель. Вот она будет там отдыхать несколько дней. По-моему, 8 или 12 дней, я не помню сейчас. По-моему, она на 8 всего взяла. Ей предлагали 12, но она взяла на 8. Ночкой всегда очень любят дедушек. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Он, кстати, очень хорошо готовит. Он такой, хозяюшка прям. Я думаю, что они найдут общий язык. Ну, посмотрим. Интересно, если у китайцев проблемы с алкоголем. Большое, большая. Они вообще не переносят алкоголь. И их всех выносят. Если они не знают меру, то их выносят вот так. Что девушек, что мальчиков выносят прям вот мёртвых. в блевотине вот так вот выносят, они вообще не чувствуют ни ног, ничего. Они не умеют пить. они просто у них ноги подкашиваются, и всё, и падают сразу. И начинают блевать. А по вентиляции в домах не распространяется. Это вирус. Витрянгой, например, можно заразиться через вентиляцию по одному. Ну, не до такой же степени всё тут. Ну, мы в Гуанчжоу живём, девочки. Но это другое. Это вообще за 30 земель от Вухана. Вухан – это другая ситуация. Здесь совсем другая ситуация. Просто здесь мы осторожно, чтобы не развилась. Здесь тоже плохая, такой ужасный грипп и эпидемия. Вот и всё. Нету здесь такой проблемы. Нету. Ну, поймите же вы. Интересно, как бы ты отреагирует на дедули. Мне кажется, всё будет классно. Я тоже думаю, что всё будет нормально. Да. Марина, ты классно про няню рассказала. Няня – это часть семьи. Представьте себе, да. Представьте себе. Это уже последняя няня. У Таты было три няни вообще в жизни. Вот. Нина Павловна, это было просто, ну, это, которая дала ей вообще азы жизни. Жизнь. Тата совсем маленькая была. Мы работали, и она прям, вот она научила её и говорить, и писать, и всякие они ставили. Вообще она была очень маленькая. Какие-то пьесы ставили, и кланились друг к другу. Там, это было так смешно просто. Я её очень-очень любила, но в её жизнь пришла трагедия. У неё погиб единственный сын. Муж не пережил, и в течение года погиб, ну, умер муж. И она не пережила, и до сорока дня мужа она умерла. Это, это для Таты была большая трагедия. Она так их любила, она так их любила. Это просто, это, потом мы взяли моей подружки, тётю, Валентиновну. Она была специалист по английскому языку. Она учила Тату английскому языку, но она не, нам показалось, что не очень хорошо кормить её. А вот, и терпели-терпели-терпели, не хотели Юльку обидеть, терпели-терпели, но потом уже поговорили так, и заменили её вот Надей. Вот это Надя, и Надя уже проработала с Татой чуть ли 7 лет. Вот. Тата уже была где-то в 4 классе, она всё ещё с ней ходила, возила её в школу там. А вот. Ну, и всё. Теперь Надя приезжает к Бетти. Давай же, нонсенс, нонсенс какой-то. На зло некоторым хочу, чтобы у вас в личной жизни всё хорошо, чтобы познакомились с хорошим, всем приличным человеком. Ой, Господи, я в жизни больше не выставлю свои, чтобы кто-то чего-то узнал, и кто-то обсуждал, и кто-то мусолил мои дела. Боже, упаси, Боже, никогда больше этого не будет. Чтобы меня за какого-то, за, извините, за член ненавидели до такой степени, бабы, ненавидели, сколько ненависти обрушилось на меня. О, Боже, 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 сколько ненависти на меня обрушилось. Это передать не могу. Это просто, я ненавидеть стала, вот прям некоторых, вот просто страшно стало общаться с женщинами, прям страшно стало. Это ж надо такое. Не буду, не буду я пшикать нос, потому что не могу дышать, мне сложно, конечно, но дело в том, что я не хочу привыкнуть к таблеткам, к этим каплям, вот я на капли не хочу подсесть, вот в три дня один раз капаю, всё, вот я делаю пшик-пшик-пшик в три дня один раз. Я не хочу, вот как некоторые в день в семь-восемь раз пшик-пшик-пшик-пшик ходить с этими каплями в карманах, я не хочу. Я лучше вот так, вот так и всё. А деда сбежит, через пару дней Бечка такая командирца по её должно быть. Это да, но он очень, кстати, коммуникабельный с детьми, он тату тоже всё позволял, прям, вот. Ну, тату он очень любил, не знаю, как будет любить, будет ли любить Бетечку, тату очень любил. Так, про файл, а, похоже на таточку, да. У куряков также с алкоголем, наверное, у всех азиатов проблемы с алкоголем, да, да, наверняка, это страшно, страшное зрелище, девочки, это страшное зрелище, если они выпили немножко лишнего, это просто, они просто вот как убитые, как будто отравились. Ой, пила с китайцами в ресторане, ой, позор, нажирается, ужас. Ой, когда мы сейчас ездили в этот, в город, куда вот, ну, вот, на сане ездили, забыла, город называется, какой-то генерал позвал, дизайнер, с которой я вот работаю, в принципе, до сих пор, и надеюсь, что все у нас будет хорошо, из-за этого коронавируса она не смогла сейчас приехать, она должна была приехать, но, когда мы туда поехали, боже-боже-боже, они вот, вот на, закажут, закажут ресторан, уже 10 часов, у них нет завтрака, нету кофе, понятие кофе, ничего, в 10 часов, ток-ток-ток, все, поехали завтракать, и представляете, какой завтракать, там стол накроют, как обедили ужин, все, едят, начинают пить, потом думаем, сидим и думаем, а куда мы пойдем обедать, господи, мы только что вроде обедали, и они все целый день планируют, куда они пойдут потом вечером еще жрать и пить, я вообще, ну, они прям прожженные, они так не падали, потому что они, видимо, всю жизнь пьют, наверное, все генералы пьют и все военные, я так думаю, он прям такой, пьет и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, и ничего с ними случается, целыми днями, так, вирус дошел до Армении, и у нас паника, боже, 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 шикарно выглядит, вирус, я так и поняла, да, что это вирус, вы имели ввиду вирус, в Армении, в Армении мало, не надо паники, руки моете, и все вокруг, моете, да, 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 как коронавирус, в Китае, боремся и убиваем его, боремся и убиваем его, мы как спартанцы, Марина, может, мы сможем, что-то решить, боже, девочки, не пишите, вот, что человек, мне не нужен был 17 лет, и вдруг сейчас он мне будет нужен, да вы что, даже когда мы общаемся, вот, в видео, вот, в этом, как его, с Татой, когда они общаются, и вот, когда Тата мне передает трубку, за, вот, вот, через 5 минут мы уже начинаем ругаться, все, уже, уже я начинаю его крыть, много раз нельзя пшикать, правильно, не надо привыкать к каплям, правильно, никаких капель в нос, это, как у нас наш пиздец, в прямом смысле, семейная, она ввела мою старшую сестру с рождения, сестре уже 45 лет, потом меня и мою доченьку, это классно, да, 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 так, мой сын, везде капли, да, я многих таких знаю, что они прям подсядут на этой капле, они дышать без них не могут, Марина, это ненормальные женщины, да, утром и вечером, по одному в щеку месяц, и все, вы задышите, не думаю, не знаю, я очень боюсь привыкать к каплям, в Китае, но у Билли, сазистика очень хорошая, есть китайские блогеры, они выставляют цифры, да, у нас, нам блогеры не нужны, нам, он, Зорина, школа, все выставляет, посольство Франции, все веселает ей, это не то, что у нас, блин, русское посольство, вообще, ни с кем не связывается, у Зори посольство, со всеми, со своими гражданами на связи, со всеми на связи, проверила, сказала с аллергией, а мне выписали капли от аллергии, которые мне вообще не помогают, 29 скоро будете всю жизнь капаться, это с ума же можно сойти, я с ума сойду, если мне так будет, Марин муж красивый, да, он очень симпатичный, симпатичный, высокий, под 2 метра роста, не надо привязываться к каплям, да, я тоже так считаю, они слабые, да, китайцы бедненькие, поэтому я говорю про вирус тоже, вирус их больше атакует, чем нас, у них другой генетический код, у них все по-другому, ну, 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 я вот в Приморье езжу 2 раза в год, без Китая жить не могу, как родины, родные уже, да, я тоже, меня прям Китай всегда зовет, всегда я, когда я на проекте была, прямо у меня истерика была, и меня отпустили, на месяц мне дали, ну, оплачиваемый отпуск, купили мне билеты, отправили на месяц, в марте, это было 2017, я в феврале улетела, и в марте прилетела, по-моему, 17 февраля улетела, и 17 марта, или наоборот, 17 марта улетела, и 17 апреля прилетела, вот, на целый месяц меня отпустили, Марина, привет, прекрасно выглядите, желаю вам счастья, спасибо, Светочка, моя хорошая, спасибо тебе огромное, хорошо закусывают, они едят хорошо, ох, они едят хорошо, у них очень, очень богатая кухня, на самом деле, если честно, зачем они жрут всякую ерунду, я не понимаю, у них такая богатейшая кухня, зачем они жрут вот эти вот змеи, и вот эти вот гадости, по-моему, уже приняли закон, что им нельзя есть диких животных, вот, по-моему, уже приняли этот закон, вы когда-нибудь готовите, редко-редко очень готовлю, мне кажется, у Марины красивый бывший муж, сын-то какой красавчик у Марины, от Тата Королева, вообще, да, он очень симпатичный, да, вам очень хорошо, с проспущенным волосами, где ваш сыночек, он улетел в Сочи, здрасте, здоровья вам, и вашим близким, и родным, муж красивый был, высокий, высокий, да, очень высокий, вчера вот Таня, в эфире, Куксова писала, мы, да, знаем, что это Саша, видимо, бухой был, все, так с него смеялись, смеялись, ну, вчера он был не бухой, он вчера вышел, прямо сгруппировался, и вышел, и так провел, девочки, эфир, что когда он говорил, гадости, и все скидывал на, на Раисовну, все это, все на него скидывает теперь, это вообще, что чуть я даже не поверила, зная всю правду, чуть сама я не поверила, вот у него есть дар, убеждать людей, и вот он будет врать так, он будет говорить вранье так, что, зная правду, поверишь в его вранье, это, это просто уникально у него получается, это, это уникальнейший у него дар, но я-то его вижу, блин, как мешок из-под картошки, вот такую прозрачную, я его насквозь вижу, вот, я-то знаю, что он говорит, зачем он говорит, почему он говорит, и что он за этим будет потом следовать, то есть, когда он страхуется, что он хочет, у него уже план какой-то, тогда он скажет, вот так, вот так, вот так, и ты уже знаешь, что это какой-то план, а потом ты типа не удивляйся, я еще уже знаю этого человека, начинаешь проверять, он ни хрена не знает, и ты уже понимаешь, зачем он это говорит, а потому что уже хочет полезть туда, ой, это так, такой цирк, да, я тоже такая же, с бывшим 7 лет не живем, а как по телефону всегда ругаемся, да, он хоть такой брякнет иногда, и я как обрушусь на него, Тата говорит, о, вспоминаю старые добрые времена, Тата всегда так, мой полос, слушай ваш эфир, почему там, он бесит, и зелено прилетело, его отправили на карантин, Армения, святая страна, говорят, у нас не должен, распространяться, надеемся на Бога, ну, да, расскажите, пожалуйста, про свою диету, моя диета, очень простая, очень эффективна, я ем, в течение 24 часов, в течение сутки, 24 часа, я ем всего 6 часов, остальные 18 часов я не ем, иногда нарушаю, немножко, грешу, немножечко, немножечко, то есть, то есть, что он, ну, как бы, не очень, не очень, посмотрите, посмотрите, что пишет Людмила, это просто, вот сейчас, вот просто с ума сойти, вот, всем хороша, но зачем такие большие очки одевать, как черепашки, ну, вот, вот, вообще, вот, что вы пишете, что вы пишете, вот, какую ерунду вы пишете вообще, какая вам разница, какие очки я одену, вы что, стилист, имиджмейкер, вы кто, зайду, посмотрю на ваши фотографии, кто вы, как вы одеты, что вы вообще знаете о стиле, о моде, я вот очень хочу на это посмотреть, обязательно за скрину, за скринью, и зайду к вам, вот, посмотрю на вас на модницу, это не капли, Марина, это специально для того, чтобы вы отвыкли от всего, что капали, все, я понял, Марина, зачем вы губы подкачали, у вас свои большие вроде, ничего, я в жизни не подкачивала губы, вы с чего это взяли, откуда вы, Оксанка, взяли, что я подкачала губы, где я это делала, мне покажите, пожалуйста, как я ненавижу, вот, вот таких вот, умниц, прям, вот, 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 вот с таким утверждением, вот, если бы задали вопрос, качали ли вы губы, Марина, у вас большие губы, я бы вам ответила, а когда вы пишете, зачем вы подкачали, вы утверждаете, у вас что, с головушкой плохо, что ли, простите, конечно, по-другому не могу сказать, вот, утверждение, это вообще что, господи прости, господи прости, боже, 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 вот, Александровна, я понимаю, настоящая женщина, всегда готовит, вкусняшка, Ну, вот Ирина Александровна такая, и я другая. Я готовлю редко. Я пойду в шикарный ресторан и прекрасно поем вкусняшку какую-нибудь. Я много и так не ем. В день один раз я всегда могу позволить. Сейчас, конечно, при коронавирусе я готовлю себе какую-нибудь первую. Вот там, например, день какую-нибудь первую, там супчик делаю. Вот позавчера я тыквенный суп делала. Так, так, так я вы кто? Татья, я мама. Как можно слышать этот мерзкий голос Джокерши? Это вы, о ком, моя хорошая? Кто такая Джокерша? Это вообще что значит? Полина, позвольте, дам совет по носу. Нагревайтесь сильно. Комфорку. Комфорку, да? Красна. Нагревайтесь к ней лицом. Одна ноздрю. Вау, наверное, наверняка это действительно вот в этом что-то есть. Прижмите пальцем и глазами свободны. Ноздрю, вдыхайте, горячий воздух. Итак, по очереди. Супер. Вот я это заскриню. Это мне что-то... Мне кажется, что от этого будет какой-то толк. Скрин сделала. Спасибо вам. Черри. Вот это я понимаю. А то мне пишут, зачем я накачала губы. Вот. Ты сначала спроси, накачала ли я их. А потом уже утверждай. Марина Трестановна. Через 2-й тенок же по очереди. Я поняла, я поняла. И Леночка, спасибо вам огромное. Прекрасно выглядите. Спасибо. Что у вас с глазами? Глаза у меня косят. Я косая. Да. Так. Да, да, они косые, да. Денисова, да. Представляешь, я сейчас как польстила твоему самолюбию. Ой-ой-ой-ой, теперь тебя хлебом не корми. У меня косые глаза. Как тебе хорошо-то. Ой, как тебе хорошо. Ой, ходи теперь, ходи, ходи. И полные штаны. Счастье у тебя сейчас будет. Да. Здрасте, Марина Трестановна. Вы в Китае остаетесь? Нет, 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 нет. Я останусь там, где мои дети. Никогда. Если дети переедут сюда. У меня сын хотел открыть ресторан здесь. Вот. В таком случае, может быть, но я надолго застряну здесь. Если он это сделает в России, и та-то только будет в России, то что мне тут делать одной? Конечно, я уеду. Ребят, может, мне надо совет помочь? Если прочее, то... Ну, вот, ничего плохого от совета. Вот, Елена Черри-Берри, которая, Берри Черри, написала. Ну, что, вот, мне тяжело, что ли, наклониться над горячей комфоркой и дышать горячим воздухом? Это ж вообще всё просто. Я это буду делать, мне кажется, это... Вот, я чувствую, что от этого будет какой-то толк, мне так кажется. Красивые очки подходят вам очень. Что с глазами? Ну, я уже тебе ответила. Я думала, что ты уже обосравшись от счастья, будешь бежать. И просто, не знаю, а ты всё ещё здесь. Беги, моя хорошая. Так, здрасте, здрасте. Так. Здрасте. Прекрасно выглядите. Так, ангел, Марина Трестанна, а вы мне нравитесь вас с какими грубыми. Не обращайте внимания. Господи, если я на них обращала бы внимание, ну, это же просто вот, чем человек наполнен, то человек и несёт в мир. Вот такой человек, несчастный человек, которому хочется гадости другому человеку написать, просто, на пустом месте, вот, просто так вот ненавидит. Человек ненавидит мир, человек ненавидит себя. Это в первую очередь этот человек не принимает себя. Он несчастный. И я таким людям желаю только счастья, чтобы их меньше было в нашем обществе. Но их становится всё больше и больше. К сожалению, эпидемия, коронавирус, это вообще цветочки, народ. Эпидемия страшных людей, завистливых, просто несоображающих, ничего духовного, просто ненавидящих, которые ненавидят весь мир, просто ненавидят. в аду живут. И они чужую жизнь тоже хотят превратить в ад. Вот вам. В аду живите вы. И даже в ине живите. Господи, помоги вам. Так, девочки, тётя, вы кто такая? Если вы меня не знаете, солнце, пиздуйте отсюда, пожалуйста. Лара, сейчас упал на план такой. Приехать к Ольге и притянуть Валю из Воронежа. Устроить шоу. Валя из Воронежа. А, всё, я поняла, это Севдина Валя. Ладно, я тоже так думаю, Марина. Ой, чтобы он без третьих лишь жил, такой жизни у него никогда не будет. Конечно, он всегда будет кого-то притягивать, притягивать, притягивать. Ну вот. Китайцев Бог наказывает за мусульманов. Ну, вполне возможно, вполне возможно. Они очень, вот что могу сказать, что несправедливы к мусульманам, правда. Несправедливы. Очень несправедливы. Я знаю, что случилось здесь в 2012 или 2013 году. Об этом никто не передавал, но у нас было, в общем, еврейское сообщество, очень большое в Пекине. И у них, в общем, ну, мы все вместе работали, все в одном. И один из клубов был, ну, там принадлежал одному нашему еврею, где очень часто, куда очень часто проходили уегуры. И от них мы знаем, что случилось в один прекрасный момент там, где они проживают. За цензуру, конечно, здесь и за сплетни, типа того, что... Ну, это не сплетни, это стопроцентная информация. Просто ни СМИ это не показал, ничего, все шито-крыто, людей истребили, и все. И никто об этом не узнал. Вот так вот. Африка с горохом ходят по светским мероприятиям без воли сугробованные. Короче, кидают. После шести есть не хочется. Привыкла. Мариночка, привыкла. Вот сейчас вообще не хочется есть после шести. Кушайте все. Ну, конечно, я не так много ем мучного, как я обычно ела, естественно. Вот если я съем там лавашик, ну, вот уси-пусеньки немножечко там. А вот раньше вообще целый мешок могла съесть. Сейчас, конечно, вообще очень мало. Бабусь, я не верю, что Куксова это пан. Хотя в группе все подробно. Только идиотный, идиотный может понять. Ну, конечно, это он, это он, это сто процентов. Ну, зачем это ему надо было? Зачем он так? Я не понимаю, это его жизнь. Пускай, господи, подальше от меня. Вот в этой интриге это не мое. Чтобы я создавала когда-то какой-то аккаунт, чтобы кому-то писать гадости? Зачем мне это надо? Если мне надо кому-то сказать гадости, я вот так вот буду набирать, вот в Инстаграме, буду звонить, если мне вот это надо. И в лицо все выскажу. А если не возьмет, напишу. От себя я напишу. А вот. Что это такое вообще создавать левый аккаунт? Это вообще что за мода вообще? Это вообще что? Это такие трусливые, что ли, люди? Типа я сказала, и вот это вообще я не понимаю, я не понимаю. Так, это очевидно. Девочки там более. Ольга об этом уже говорит. Говорит, что пустит эту... Говорит, что пустит эту Олю. Опять пустит эту Валю. Опять игра. Так. Саша спросил Куксова, почему Ольгу с тобой не взяли? Куксова, почему Ольгу с тобой не взяли? А-а-а, Куксова спросила, почему Ольгу с тобой не взяли? А мне очень нравятся ваши очки, и вам они очень идут. Привет, Ис. Знаете, про очки сейчас человеку нагрубило, да? Сказало, что вы не стилист, ведь то, не всё. Но человек же заслужил. Я сейчас вам расскажу одну притчу. У слова есть огромная сила, девочки. Вот. Как ты можешь, и кто такая, чтобы мне писать, что я похожа на черепашку? У тебя с головой вообще норма всё. Вот. И скажи, не идут очки, это уже другое. Вот я был царь, значит, которому приснился, значит, сон, где у него выпали все зубы. Он остался без зубов. Вызывает жица и говорит, вот, приснился мне сон, где у меня выпали все зубы. И жица говорит, ах, это очень плохой сон, у вас все умрут, вы всех похороните, вы останетесь один. Царь разозлился и сказал, бросайте его в темницу. Вызвал другого жица. Проходит другой жица и говорит, ой, царь, вы всех, это значит, что вы всех переживёте. Это значит, что вы долгожитель. Вы всех переживёте. И он его наградил. Он сказал то же самое, что он переживёт всё, это одно и то же, по смыслу. Но он сказал, красиво. Ты какое право, сука, имеешь писать кому-то, что ты похожа на черепашку? А ты, сука, на кого похожа? В темницу. Давай, сейчас тебе, пёрышко, задницу отправлю тебя. Мальчика очень сильная забыть. Ой, мне, конечно, вообще наплевать. Зачем? Так грубо. Вот за тем, что вот сейчас я рассказала, вот как грубо мне сказали, так грубо я и ответила. Вам понравилось? Нет. Мне тоже не нравится. Марина, на доме два разве не... Начала ты губы. Да, на доме два один раз. Абхазия Тур, вот я тебя, ой, я её вылавливаю. Я просто ненавижу тебя. Вот я просто, лютой ненависть у тебя. Вот просто, ты такая двуличная. Ты вот, где ты ошибаешься? Что ты пишешь? Как ты пишешь? Я за тобой давно уже слежу. Вот ты такая двуличная. Что твоё, вот чтобы тебе рекламу делать, и озвучивать больше, чтобы я не озвучивала твой аккаунт, название твоего аккаунта, я тебя сейчас заблокирую. Вот, давай. До свидания. Да, я качала губы на доме два. Единственный раз на всю жизнь и запомнила на всю жизнь. Это мой тебе ответ. И дальше фёрышка тебе в задницу. Всё. До свидания. Скрыть. Ба-бах. Марина всегда очень открыта. Я люблю вас. Как будто здесь дураки сидят и не видят, кто губы накачивает. А причём отвратительно сделали. То есть утверждает опять. Вот как ей не грубить сейчас вот этой вот. Вот как ей не грубить. Вот тоже. Она утверждает то, чего нет. Мне что делать сейчас с этим человеком? Заблокировать? Да иди ты нахуй. Вот, вот, прости, пожалуйста, на другого, по-другому. Вот я говорю, что нет, а она утверждает, что да. Задницу тебе, задницу тебе, пёрышко тебе тоже. Пёрышко задницу. До свидания. Всё. Больше гадости писать не будешь. И не будешь утверждать какую-то херню. То, чего нет. Вы на Доме-2 сделали губы. Ну, на Доме-2 когда-то сделала. Это уже давным-давно. Я их потом обратно уколы ставила, чтобы они у меня и сдулись. Потому что это было безобразно. Это когда-то ещё было-то, Господи. Уже 4 года меня нет на Доме-2. Тоже мне нашлись тут. Денисова. Ну, Денисова, пускай её разорвёт. Я специально не блокирую и не читаю. Пускай ей будет плохо. Господи, прости. Она хочет сделать мне плохо. А мне похуй. Ей будет плохо. Вот. Вот по-другому сказать не могу. Простите. Матерюсь. Ну, вот не могу. Когда вот вокруг вот такая грязь. Такая несправедливость. Вот нельзя не отреагировать не матом. Прям вот иногда доводят. Вот доводят. Простите. Вот очень грубо, очень плохо. Но вот так вот. Планирую в Пекин. Хочу там заказать стекла для близости с тонировкой. Будет удобно смотреть. Будет удобно смотреть. Да, у меня есть это. Но я их использую только на берегу. У меня есть для чтения. Я их вам покажу. Вот они у меня лежат. Я их... Ну, они удобны только для чтения. Только для чтения. Где они у меня? Куда я их делала? Господи, уже потеряла их. Вот они. Вот. Я их заказала вот такие. Сейчас вам покажу их. Вот. Но я в них вижу только на пляже хорошо. Вот. Это для пляжа специально вот как бы и от солнца. Но могу в телефоне сидеть и читать. А так без... Вот если ты не на пляже, то это такие неудобные. Вообще неудобно у них. Очень легко затонируйте. Знаете, вот легкую тонировочку сделайте. Не делайте сильную, потому что неудобно в них будет вам. Так. И не за вас сегодня праздник. Побойтесь Бога. Не, черти бога не бояться. Вы что? Пускай, пускай, пускай разорвется душенька. Пускай сидит. Я ее специально не буду блокировать. Что за глупость? И зачем ей для себя одной готовить? Ну, нет. Я готовлю. Сейчас готовлю, конечно. Сейчас готовлю. Но обычно нет. Зачем мне готовить-то? Если я пошла и дешевле, еще лучше поем, чем я буду стоять и готовить целыми днями. У меня ж не семья здесь. Если беточка была там, таточка, я понимаю. А что я мне здесь пошла? Здесь за 100 юаней так можно наесться. Вот вообще такую вкуснятину можно съесть. А за 100 юаней ты продуктов будешь покупать. Потом это все, это все приготовишь, съешь вот столечко вот, а потом остальное выкидываешь. Нафиг мне это надо. Читать только хорошее, не читать плохо. Так, добрый день, Манечка Триистанна. Ой, Людоманку, привет, привет, моя хорошая. Приветики. Так, зачем тебе 50 оскорблений? Не смотрите тогда. Роскошная женщина. Спасибо, Карина. Спасибо. А то раскудахтались, раскудахтались тут. Ну, пускай, пускай кудахтают мне. Вот у нас меньше одной минуты, меньше двух минут. Ну, вот, прощай на воскресенье. Люди не могут остановиться. Ну, пускай. Прости меня, господи. А что за Дениса? Да, пускай ее, как она сама пишет. Даже не упоминайте, не пишите ее фамилию. Это, Марина, вот это клип, где Тата умирает в родах. Посмотрела кусочек. И до сих пор не по себе, честно. Да, очень жесткий, очень жесткий клип в конце. Да, они... Там, это целый, как краткометражный какой-то фильм, где... Прям, да, я тоже помолилась, когда посмотрела. Думаю, господи, отведи. Ну, все актеры играют. Господи, ничего не случается с актерами. Все живут в добром здраве. И надеюсь, в результате тоже все будет хорошо, Марина. Марина, что с вами сегодня? Сегодня меня достают. Вот я ей отвечаю. Нет, это не преступление. Это не преступление абсолютно. Но если я не делала, зачем писать, утверждать? Задай вопрос, я отвечу. Я губы не делала. Но если ты утверждаешь и мне доказываешь, что я делала губы, пошлю тебя на хутор бабочек ловить. Понимаешь, вот? Чего ты мне утверждаешь? Мне что, стыдно, что ли, губы сделать? Мне все, что надо, буду делать. Мне вообще, знаешь...